Книжные закладки появились еще в 13 веке. Средневековые книжники отмечали страницы фолиантов петельками из кожи, пергамента или плотной ткани. В 19 веке читающие дамы нередко отдавали предпочтение цветам и кружевным платочкам. Новую жизнь книжные закладки обеспечило развитие печатных техник. Появились массовые красочные бумажные закладки, которые стали очень популярными среди возрастающего числа читателей. Для изготовления закладки возьму полимерную глину красного, желтого и белого цвета. Для начала слеплю ботиночки. Разминаю красную глину и делю ее на равные части. Формирую каплю и резаком отмечаю каблук. Проделываю те же операции со вторым ботинком. Следующим этапом будет формирование язычка, шнурков и пряжки ботиночка. Вырезаю все детали из раскатанной глины красного и желтого цвета и закрепляю их на изделии. Ботинки готовы. Приступаю к лепке ножек. Из белой пластики раскатываю два одинаковых цилиндра и креплю их к ботинкам. В верхней части ножек делаю углубление для вклеивания основной части закладки. Ножки готовы. Запекаю наши изделия по инструкции на упаковке полимерной глины. Приступаю к покраске чулок. Акриловыми красками рисую полоски по всей поверхности ножки. После того, как высохнет краска, приступаю к лакированию ножек лаком для полимерной глины. Пока лак сохнет, делаю основную часть закладки из плотного картона, бумажных украшений и кружева. Осталось соединить картонную глину. Делаю основу с ножками из полимерной глины при помощи прозрачного клея. Теперь отправляемся в фантастическое путешествие по страницам книг.